Здравствуй, школа! Когда-то, в далеком 1951 году, ее впервые нарушили детские голоса и началась жизнь семилетки номер 13. Ее первым директором был Бережной Николай Павлович. Школа живет своей удивительной жизнью, которая складывается из тысячи повседневных мелочей и значительных событий. Уроки, соревнования, субботники и воскресники, праздничные вечера и всегда рядом с нами учителя. Их было и есть много в жизни нашей школы. Иду по школьному коридору. Учительская. Здесь, как писал в удивительной книге «Кандуит» и «Швамбрания» Лев Кассиль, свернутые в трубке лежат материки и океаны. На шкафу раздулся от важности глобус, а в шкафу наши тетрадки. Сколько раз подтрунивали мы друг над другом, когда красные чернила устраивали в тетрадях праздничную иллюминацию. Сюда зовут нас, чтобы сделать внушение, как моряков на адмиральский ковер. Учительская – это особенный мир. Здесь работают и чуть-чуть отдыхают, спорят и шумят. Поднимаюсь на второй этаж. Наш актовый зал. Сколько незабываемых, волнующих минут связано с ним. Как волновались перед выступлениями и как поражали зрителей уверенностью и спокойствием. Спортивный зал. Здесь за окнами всегда шумят ясени. Ветер перебирает, пересчитывает листья. Сейчас спортзал отдыхает. Застыли в неподвижности брусья. Блестит чистотой выхоленный спинной конь. Неподвижны лежат рыжие маты. Пройдет немного времени, и тишину спортзала нарушат голоса юных спортсменов и их наставника Валентины Николаевны Ситковской, которая работает в школе с 1959 года. Сколько интересных соревнований и спортивных праздников проходит в спортзале. Звучат взволнованные голоса болельщиков, строгий голос судьи соревнований, застыли в ожидании соревнующиеся, свисток. Поехали! Сейчас тишину прервет басовитый звук звонка и топ от бегущих ног. Для одних первоклассников он будет волшебным и манящим, для выпускников – последним школьным. И когда школа снова окунется в тишину, из-за каждой двери можно будет услышать тысячу удивительных вещей. Как образуются кристаллы и как может быть кристаллический прозрачный проза. Куда уходит спать ветер и как бушевал он в день смерти Наполеона. Отчего земля круглая и как писал стихи Пушкин. Уроки, уроки, открытие мира. Ведь для нас действительно здесь открывается мир. Мы приходили в первый класс не умея читать, а потом читали Евгения Онегина и сонеты Шекспира. Не умея считать, а потом вычисляли логарифмы и функции. Мы поднимались все выше и выше, и каждый год нас встречали новые педагоги, разные и похожие в одном – желание дать нам знания. И каждый год для них, наших наставников, все начинается сначала. От детских каракулей написанного слова «мама» до сочинений на философские темы. От простейшего сложения до формулы Герона. И они гордились нами, когда мы блестяще доказывали теорему Виетта или говорили, что в теме «Патриотизм русского народа» по Толстому нет ничего трудного. Мы были для них открытой книгой, страницей, которые писали они сами. Они учили нас быть мужественными и сильными, любить свой язык и свою землю. И нас переполняло чувство гордости, когда мы слушали о подвиге героев молодогвардейцев и о бессмертном мужестве воинов шахтерской дивизии, насмерть стоявших на Меусе. О вычислениях Кибальчича, о том, что на русском языке достойно говорить с богом и женщиной, с другом и неприятелем. Мы знали, что разойдемся по разным дорогам, когда окончим школу. Но мы знали и то, что где бы мы ни были, во льдах океана или березовом царстве Подмосковья, на Камчатке или сыпучих песках, мы будем любить свою землю, которая зовется Донбасс. Я буду приезжать в свой город, буду торопиться, идя по знакомой улице и говорить тебе «Здравствуй, здравствуй, моя школа, здравствуй, мой дом». Субтитры создавал DimaTorzok